К нам подключается руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. Александр, надеюсь, доброе утро. Доброе утро. Слава Украине. Героям слава. Александр, расскажите, как прошла ночь на Херсонщине? 65 раз оккупанты обстреливали Херсонщину. Три раза по Херсону, по самому. Это примерно 400 снарядов, которые прилетели по мирным населенным пунктам. Вы уже, наверное, слышали о событии, которое одно из самых ужасных за последнее время, когда по селу Понятовка был обстрел, скорее всего, из вражеского дрона. Рассматривается такая одна из версий, и погибли там женщина и двое детей. И это вот показывает цинизм российских воинов, которые как бы воюют и освобождают, но при этом целенаправленно сбрасывают снаряды. Видят, куда сбрасывают там, где во дворе ходит женщина и двое детей, и это ужасно. За весь период на сегодняшний день почти 800 погибших мирных жителей с момента освобождения правобережной части области. Из них 5 детей. Хранение получили почти 600, и 21 ребенок пострадал. К сожалению, эта цифра постоянно увеличивается. Вы сказали о недавней вот этой трагической истории, когда есть предположение, что стреляли, обстрел ввелся с дронов. Есть ли понимание, по каким объектам чаще всего бьют оккупанты? Какие их цели? Жилые дома, административные здания, школы, детские садики? Или это безразборочная такая просто пальба, лишь бы нанести как можно большего вреда, ущерба, и посеять страх и панику среди мирного населения? Абсолютно верно. Они прежде всего бьют по коммунальным предприятиям, школам, больницам, культурным учреждениям и по домам херсонцев и жителям Херсонской области. И мы постоянно видим, как в том же самом Казацком. Вчера тоже был туда прилет. До этого был прилет именно в двор школы, который был гуманитарным штабом, где люди в это время как раз разгружали именно товары, которые привезли как гуманитарная одна из миссий. И в принципе бить по школам, бить по детским садикам – это именно их стиль. И они продолжают разрушать и Херсон, и населенные пункты, которые находятся вдоль берега реки, непосредственно по домам несется обстрелы, огонь. И постоянно гибнут люди, к сожалению, получают ранения. И да, они пытаются разрушить инфраструктуру для того, чтобы люди не могли здесь жить. Это, наверное, своеобразная месть России за то, что Херсонщина их не приняла. Александр, расскажите, какая информация поступает со временно оккупированных территорий Херсонщины? Ну, самое разное от того, что продолжают терроризировать население, продолжают пыточные, новые открывать, заставляют людей паспорта оформлять российские. Ну, до того, как... И тоже есть информация о том, что они планируют сделать жест, очередной жест доброй воли. И с тех же Олешек, со Скордовска уже начинают перевозить коллаборантов с минимальным количеством вещей на территорию временно оккупированного Крыма. Также есть информация от полиции Херсонской области о том, что на временно оккупированной территории Херсонщины российские оккупанты отбирают у местных жителей их личные автомобили. Есть ли понимание, зачем они это делают? Ну, у них всегда был дефицит и огромная жажда наживы и жадность к тому, что в Украине это есть, а у них нет. Поэтому ничего удивительного это мы видели и в Киевской области, когда они вывозили оттуда караванами и автомобили, и технику, и здесь сельхозтехники много. Поэтому то, что они там делают, это только показывает то, что они просто как варвары приехали нажиться здесь, и здесь они ненадолго. Хотя и на всех этих бифбордах, когда мы приехали в освобожденный Херсон, было написано о том, что они как раз здесь навсегда. Да, я видел, как местные жители уже после освобождения Херсона на вот таких вот бордах писали «Россия здесь никогда». Александр Талаконников, руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации, рассказал нам об оперативной ситуации на Херсонщине.